Великие люди, благодарная память. В городе Абакане 16 декабря в здании Дома борьбы начался турнир по греко-римской борьбе. Данное событие посвящено великому человеку нашей республики, заслуженному тренеру России, заслуженному работнику физической культуры республики Хакасия, Баргаякову Михаилу Игнатьевичу. Михаил Игнатьевич был такой человек, он от нас недавно ушел, несколько, три года всего прошло. Он был очень душевный человек, добрый, добрейший, добрший человек. Кто его знает, никогда не ругался, не скандалил. Был добрейший, работящий человек. Как-то к нему люди тянулись, шли, ребята держались у него. Допустим, в сегодняшнее наше время даже тяжело выросить чемпиона России среди юношей, а у него чемпиона Советского Союза, это четыре чемпиона Советского Союза. Это очень очень большой результат. Мероприятие посетило большое количество гостей. Открытие турнира украсили номера талантливых танцоров и певцов. Турнир по греко-римской борьбе – интересное, захватывающее и увлекательное зрелище. Турнир по греко-римской борьбе – интересное, захватывающее и увлекательное зрелище. В турнире приехали 11 команд, более 120 спортсменов, и в турнире принимают участие 20 мастеров спорта. Это говорит о том, что турнир развивается, греко-римская борьба в республике в нашей развивается. Я хочу пожелать спортсменам успешного выступления, и, как говорят у нас в спорте, пусть победит сильнейший. Удачи вам! Дорогие друзья, из маленькой секции, которую начал Баргайков Михаил Игнатьевич, сегодня наш вид спорта превратился в индустрию, в один из ведущих видов спорта Хакасия. И мы имеем возможность, и этот вид спорта стал одной из граней нашей жизни. Мы можем сравнивать свой регион с другими, можем смотреть, как вы боретесь, как наши воспитанники, наши Хакасской школы по сравнению с другими регионами чувствовали. И этот турнир мы этому человеку посвящаем. От лица Федерации греко-римской борьбы Красноярского края, нашего президента, генерала-лейтенанта ФСБ, Санкова Анатолия Петровича, мы приветствуем вас на этом турнире. И желаем, конечно, чтобы наши хакасские друзья опережали нас, особенно среди мужчин, молодежи. Вот среди юношей они уже нас опережают, нашему стыду, конечно. И что хочется сказать. Вот такая дружба между хакасскими борцами, а я уже говорил сегодня, сколько было представителей, которые выступали на коврах Красноярска, затем России, Советского Союза. По 30 человек на автобусах приезжают к нам на соревнования, хакасские борцы, и выполняют нормативы кандидатов мастера, а на двух турнирах всероссийских, это Чернышова и Шумакова, мастерские нормативы. Итак, что еще хочется вам пожелать, ребята? Конечно, такой турнир, тем более денежный, вот спонсоры такие появились, прекрасные, надо очень уважать. Надо ценить людей, которые проводят такие турниры. И, конечно, дружбы между Республикой Хакасия и Красноярским краем. Давайте поприветствуем. Редактор субтитров А.Семкин Важно отметить, что это один из самых успешных и передовых видов спорта в Республике. Спасибо основателю школы греко-римской борьбы Баргоякову Михаилу Игнатьевичу. Проводим мы соревнования, мы бы могли провести его еще масштабнее, но просто на условиях не позволяют. Вот видите, вот этот зал, дом дорогой, Шкалова 39, он как бы для тренировок, он зал неплохой, а для спортивных соревнований он как бы не подходит. Также есть у нас специализированная школа, министерство образования, где вся греко-римская борьба, как бы в Азербурге. Это тоже как бы нестандартное здание. Нам бы хотелось на месте Карла Марса 14, министерства школы специализированной по греко-римской борьбе, там бы со временем построить специализированный зал борьбы, и назвать его в честь нашего основателя борьбы, прослуженного тренера СССР Баргоякова Михаила Игнатьевича. СССР Баргоякова Михаила Игнатьевича.